Итак, у нас уже создан новый проект. Мы сюда импортировали фреймворк из Asset Store Playground, который позволит нам создать нашу первую игру. И мы сейчас это сделаем. Создадим новую сцену, файл New Scene. И начнем с того, что мы на этой сцене сделаем, создадим background. Для того, чтобы быть последовательным и делать все сразу грамотно, давайте сразу эту сцену сохраним в папке Scenes. И здесь у нас будет игра «Космические приключения». Я ее так назвала, вы можете назвать по-своему. Ну, а традиционно все в программировании рекомендуется именовать английскими словами, поэтому я напишу spaceship. Надеюсь, правильно я написала. С чего начинается любая 2D-игра с подбора фона, поэтому мы зайдем в папку Images, дальше найдем Backgrounds. Это как раз таки наши фоны. И вот у нас Background Space. Давайте сделаем так, чтобы все было аккуратно и ровно, поэтому мы будем перетаскивать background. Те, кто уже знает, что все, что в папочке assets находится, можно затащить на сцену, зажимая левую кнопочку мыши и тащить. Вот так вот перетаскивая, но мы перетащим лучше в окно иерархии. И тогда у нас получается, что вот наш Background, он стал в координаты 0-0-0. Если вы затащили на сцену, проследите, чтобы здесь стояла 0-0-0. Ну и если вдруг вы случайно сделали проект 3D, нам необходимо обязательно нажать вот на эту кнопку 2D. То есть мы работаем с 2D игрой. Давайте немножко отдалимся от нашего бэкграунда. И мы видим, что вот этот вот прямоугольник белый, это прямоугольник то, что видит камера. То есть, если мы зайдем в окно G, мы видим, что у нас вот этот вот странный кусочек нашего фона и слева и справа какой-то странный синий фон. Нам нужно растянуть этот бэкграунд так, чтобы было побольше фона и даже с запасом, чтобы мы могли путешествовать по космосу. И теперь вот у нас так все красиво. Но если мы вот сделаем так, как я сейчас сделала, у нас получится, что наши звезды стали такими огромными и странными, достаточно. Поэтому мы сейчас отменим выполненные действия. Для этого выбираем Edit, Undo, Resize или Ctrl Z. Нажимаем комбинацию клавиш. Но я для наглядности нажимаю на пункты меню. То есть вот это вот все я отменю. И сейчас сделаем так, чтобы наш фон не растягивался, то есть картинка не растягивалась и не увеличивалась изображенная здесь что-то вроде звезд, а чтобы эта картинка размножалась. Для этого мы в настройках в инспекторе выберем для нашего спрайта, а это называется спрайт фона, режим отрисовки вместо symbol Tiled. И теперь мы сможем увеличивая размеры вот этого изображения увидеть, что сама по себе картинка не масштабируется, не увеличивается, а у нас просто заполняется заданный размер. И делаем размеры нашего космического пространства как можно больше. Вот было замечено, что интересно, что если мы масштабируем, изменяем размеры вверх и вправо, то тайл наш размножается. Если мы это делаем влево и вниз, то картинка начинает ехать. Видите, размножается. Пока не знаю, с чем это связано. Возможно в юните 2019-3 появилась какая-то новая возможность, о которой мне пока неизвестно. Если знаете, напишите в комментариях. Но вот нужно наблюдать за этими вещами. Поэтому мы увеличиваем вверх и вправо. И затем для того, чтобы все было ровно, мы просто возьмем и сделаем reset position. То есть можно нажать правую кнопочку мыши и выбрать reset position. Прошу прощения, мы работаем в юните 2019-2. В 19-3, наверное, такая же история. Вот теперь у нас наш космос бесконечный. Мы сможем даже вылетать дальше, но к этому мы доберемся еще. Еще для нашего фона нужно сделать очень важную вещь. Для всех спрайтов в 2d играх есть так называемые sorting layers. То есть это слои для сортировки. Поскольку это фон, background, значит он должен быть на самом нижнем уровне. А над ним уже все остальные объекты. Поэтому здесь мы выберем sorting layers, layer background. Вот на этом мы завершили подготовку фона. Не забываем сохранять сцену. Видите, есть звездочка. Значит нажимаем файл, save. И в следующем уже уроке, в маленьком, в следующей части, мы продолжим создавать нашу игру. А пока сделайте, создайте новую сцену, назовите свою игру, как вам больше нравится. Да, я все-таки здесь умудрилась сделать ошибку, неправильно написала space, но вы сделаете более грамотно. Добавьте background из папочки images backgrounds. Сделайте draw mode tiles, увеличьте настолько, насколько возможно. Отследите, что позиция был 0,0,0 и задайте sorting layer background. И продолжим в следующем уроке.